Человеческий город. Наш последний дом. А где он? Там, под землей. Статью про диггеров добавили в Уголовный кодекс РФ. Москва. 31 декабря. Незаконное проникновение на охраняемые государством подземные или подводные объекты стало уголовным преступлением. Соответствующий документ опубликован на официальном государственном портале правовой информации. Новая статья 215 пункт 4 добавлено в раздел кодекса «Преступление против общественной безопасности». Неоднократное правонарушение на охраняемых объектах теперь будет караться штрафом до полумиллиона рублей или лишением свободы на срок до 4 лет. Ранее наказание за подобные действия предусматривалось лишь кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Статья 20 пункт 17. Нарушение пропускного режима охраняемого объекта наказывало за самовольное проникновение на объекты штрафом от 300 до 500 рублей. Она же будет наказываться впервые попавшихся диггеров. Точнее, наказывать. Рецидивистам, предпочитающим подземные или подводные объекты, например, коммуникации метро, грозит уголовное наказание. Диггеров-одиночек будут наказывать штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 2 лет. Деяние, совершенное группой или сопряженное с угрозой раскрытия государственной тайны, суки, это наши тайны, а не государственные, простите, вырвалось, будет наказываться штрафом до 700 тысяч или лишением свободы на срок до 4 лет. Где мы? В старом очистном коллекторе. Канализация. Древние города простирались на сотни миль. Теперь, кроме канализации, ничего не осталось. Мы покидаем зал свидания, идем громить это поспредство. Ямал, нескольких странного округа. С этими словами Жириновский двинулся прочь, фракция потянулась следом. Скандалы с выходом для ЛДПР не редкость, остающиеся и бровью не повели. Кто же знал, что обещанный погром начнется гораздо раньше. Но, видимо, заявления по проблеме Ямала Жириновскому показалось мало. Пока он шел, все объективы были направлены на него. И последующая оказалась не камерной стычкой, а многокамерным побоищем. Вот вождь ЛДПР задержался у фракции «Родина» и о чем-то оживленно беседует с депутатом Викторовым. Слово между тем взял следующий докладчик. И в этот момент Андрей Савельев, он сидит рядом с Викторовым, что-то произносит. Я постарался отгородиться бумагой и заметил Владимиру Вольфовичу, что слюни летят. В ответ Жириновский плюет в Савельева. Кто сперва работает документами, прикрываясь ими от слюны, а потом отвечает. На обидчика бросается член ЛДПР Абельцев. На его интернет-сайте сказано, что он доктор юридических наук, а его кандидатская называлась «Корысти насилия в тяжких преступлениях против личности». Сейчас Абельцев бьется бескорыстно, но не слишком удачно Савельев отступает. Но нормальные герои всегда идут в обход. Жириновский форсирует преграду из кресел. Прыжок! Пиджак Савельева сыгрался на злую шутку. Вождь ЛДПР снизу. Удар! Вступают другие депутаты. Уважаемые комиссии. Иосиф Кобзон прикрывает собой женщину. Борис Грызлов тщетно призывает к порядку. Сперва он называет дерущихся «уважаемыми коллегами». Уважаемые коллеги. Затем «мужчинами». Мужчина, я вас попрошу. Потом уже никак не называет. Побоище длится две минуты. И враждующие стороны отступают в кулуары. Андрей Савельев с разбитым лбом проходит медосвидетельствование и пишет заявление в прокуратуру. Не так давно он в соавторстве написал туда же скандальное письмо с требованием запретить в России еврейские организации. Обсуждая национальный вопрос на одном из телеканалов, Савельев прямо в эфире подрался с Жириновским. Так что сегодня был матч-реванш. Не знаю, надо будет посмотреть. Но договорить Савельеву не дают. Дмитрий Рогозин удаляет его на скамейку запасных. Проходи, давай. Ко мне. Сиди туда, в ко мне.